На торжественном открытии форума с приветственным словом выступил заместитель председателя правительства ТУВы Орланд Саргар, который отметил, что республика впервые проводит такое масштабное мероприятие, которое направлено на сбережение здоровья и увеличение активной продолжительности жизни. Здоровая нация – это главная цель и приоритет политики нашего государства. Только здоровый, а значит активный человек сможет полностью реализовать свой интеллектуальный, трудовой и духовно-нравственный потенциал, создать полноценную семью и воспитать достойных детей. Для этого государство создает все необходимые условия. По инициативе президента России активно обновляется инфраструктура объектов здравоохранения, их оснащение медицинским оборудованием, санитарным автотранспортом, что на примере нашей республики из года в год мы наблюдаем. Также министр здравоохранения региона Анатолий Югай отметил, что здоровье – это неотъемлемое право каждого человека. Общество и государство в соответствии с федеральным законом, основах охраны здоровья граждан РФ, гарантирует своим гражданам право на охрану здоровья, как и право на получение своевременной и квалифицированной медицинской помощи. При этом законом отмечен, что граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. В рамках форума были организованы мастер-классы по различным видам спорта. Так, например, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе весовой категории до 60 кг Упаньсад показал, как заряжается энергией по утрам. Целью – поделиться опытом с теми, кто хочет долголетия, здоровья, энергичности и бодрости. Наша жизнь напрямую зависит от нашего здоровья. Медицинские учреждения развернули свои площадки для проведения обследований, таких как экспресс-анализ на ВИЧ, измерение уровня холестерина, сахара в крови, маммографию и флюорографию. Помимо этого, один из участков, привлёкших внимание жителей Тувы, стала площадка Дзунхемчикского межрайонного медицинского центра. Врач-педиатр данного учреждения показала мастер-класс по правильному пеленанию новорожденного на примере манекена. Берём пеленку тоненькую и аккуратно кладём ребёнка. Берём и заворачиваем ребёнка. И под спинку вот так. И другой стороной так же. Напомним, для того, чтобы обратить более пристальное внимание на вопросы по повышению интереса людей к своему здоровью и долголетию, по инициативе главы республики Владислава Хавылыга, 2024 год в Туве объявлен Годом здоровья. Российский год семьи и Республиканский год здоровья перекликаются в своём стремлении к сохранению и приумножению здоровья нации, семьи и подрастающего поколения.